Вы понимаете, в чем проблема? Вот если вы посмотрите внимательно на мир, на нас, на Китай, на ЕС, то вы увидите, что во всех странах двадцатки банки этих стран, центральные, отвечают в первую очередь за рост, а потом уже за инфляцию и все остальное. У нас единственный в этом роде центробанк, или Банк России, как он называется, который в принципе не отвечает за рост экономики. Причем, меня знаете, что удивляет? Во главе финансового блока, и не только, у нас стоят сплошные псевдорыночники. Ну, если так уж, чтобы не быть голословным. На Бюллина кто? Ответ секретарю вице-премьера Чубайса. Силуанов кто? Ученик Чубайса и Кудрина. С бухгалтера до первого вице-премьера, теперь министр финансов. Голикова кто? Кто? Руководитель департамента секвестра бюджета в правительстве Чубайса. Сейчас великий вице-премьер, до этого председатель счетной палаты. Греф кто? Ну, тоже из этой же команды. Но на самом деле, они ведь контролируют все. Нобелевский лауреат, гиперлиберал, основоположник монетаризма, Милтон Фридман, в Нобелевской своей статье 78-го года говорит, если монетизация в вашей экономике ниже 50%, страна самоубийца. Я вам докладываю, что за 33 года псевдореформ всего два раза. В прошлый и позапрошлый год у нас монетизация была чуть-чуть больше 50%. Это первый фундамент. Если у вас банковская система не выполняет роли кровеносной системы экономики, то как вы можете о чем-то мечтать? У нас фактически невозможно получить длинный кредит. Ну, если вы не являетесь корешком, одногруппником, ВЭБО там, ВТБ там, или кого-то из членов правительства. Хотя, обратите внимание, вот выступал, ну, и уважаемый руководитель и основатель Зенден, да? Вот он, с моей точки зрения, как и организатор нашего форума, они функционируют не благодаря, а вопреки. Почему? Потому что, если вы посмотрите, 44 института развития, которые создавались в России, чтобы помогать ему, таким как он, чтобы инновационную экономику построил, было даже корпорация МСП, докладываю вам, корпорация МСП давали 1 триллион рублей. Я специально запросил счетную палату, больше 250 миллиардов МСП корпорация никогда не отдавала малому бизнесу, понимаете? Все остальное было на депозитах и давала дополнительные дивиденды членам правления и так далее. И было источником воровства, я так скажу. Второе. Именно мы сделали запрос в счетную палату, собрали 100 депутатов, чтобы проверить институты развития. Вот Чубайс почему ушел? 117 депутатов. Надо отдать должность Степашину, который не побоялся, но по итогу ушел. Что мы выяснили? Вы думаете, Чубайс получил 412 миллиардов государственных денег и правительственных гарантий. Первые 47 миллиардов были отправлены фирмы-однодневки в офшоры. Вся госкорпорация платила себе несметные, но во главе с ним, зарплаты и премии за несуществующие. Он же говорил, на, на это маленькие, поэтому потом увидим. Но это не я, вы с телевизора все смотрели, он это говорил. Но после автомобиль арендовался в месяц за 2 миллиона рублей. Ну вот, тоже Василий смотрит на меня и говорит, вот это как можно жить. Но, вдумайтесь, Голикова не я. В отчете написала, на все 44 фонда за время существования выделено 5 триллионов рублей. Запомнили сумму, да? 5 триллионов. За 5 триллионов можно было, ну такие инновации, инвестиции, если бы у нас создавался то, о чем говорили, климат. У нас ведь, понимаете, все шиворот на выворот. Налоговая система. Если вы посмотрите, ну у меня там есть куча слайдов, но я решил вас ими не загружать. Что-что? Я вам дам. Они об энергоемкости и ее влиянии как раз на все процессы, понимаете? Но проблема в чем? В интервале 5 секунд поставьте, я буду в отрыве от слайдов. Презентация загруженная, у вас потом будет возможность... Она загружена, вам всем дадим. Но проблема в чем? Понимаете, с моей точки зрения, кроме банков, вторая проблема. У нас убита реальная статистика. По рекомендациям ООН, статистический орган не может подчиняться ни правительству, ни тем более министерству. Он может функционально подчиняться руководителю государства. При этом недостоверность представления данных в статистику карается везде уголовной ответственностью. У нас господин Греф в принципе отменил сначала статьи в УК, а господин нынешний советник по экономике Орешкин перевел его и сделал вообще орган статистики отраслевым. К чему это привело? Вы видите, сейчас президент встречается с министрами, вице-премьерами, губернаторами. У всех красивые слайды, у всех все хорошо, в стране плохо. Почему? Потому что вот я по несчастью читаю эти все статсборники. Вы сегодня каждый год имеете новую классификацию. Вы не можете проанализировать по этим статсборникам. Вот я удивляюсь нашему модератору, который делает прекрасное, но он перелопачивает тысячи страниц. По нынешним статсборникам невозможно проанализировать серьезные проблемы в интервале даже трех лет, не говоря уже о десяти. Потому что они все время меняют и ничего не увидите. Но это же законодательно сделано. Я уже десять раз писал и объяснял. Вот сейчас перед встречей с товарищем Орешкиным президент поручил прийти встретиться с нами. Пришел. Я у него спрашиваю. Первый говорит, ну вот при вас уничтожен орган статистики как орган. Ну вы понимаете, я хотел отремонтировать здание и зарплату. Я говорю, а вы что, нельзя было статистику за счет бюджета отремонтировать и поднять зарплаты. Надо было ее убить. Но с моей точки зрения это выгодной власти. Почему? В такой ситуации можно нарисовать перед выборами любую статистику. То есть это безответственность. Хотя любой руководитель, коих здесь большинство, прекрасно понимает. Если вы не обладаете реальной картиной, вы не можете принять правильное решение и спрогнозировать свои действия. Второй вредительский момент, который был сделан сначала Афанасьевым известным и Чубайсом. Амортизация. Вдумайтесь. У нас по такой же схеме отменена раньше до 1997 года амортизационное отчисление нельзя было потратить по страхам уголовной ответственности никуда, кроме на реновацию инвестиций. Они отменили это дело, как и уголовная ответственность, которая, кстати, я посмотрел, есть во всех развитых странах. В результате что получается? Все амортизационные отчисления это вклад будущих поколений. Они берут, переводятся в дивиденды и в офшоры. Официальный ответ у меня есть от силуанов. 5 триллионов 300 миллиардов вывозится в офшорные. 5 триллионов, отвечаю, 300 миллиардов вывозится в офшоры только дивидендами. Вот вам еще 5 триллионов. Сейчас буду завершать, две минутки. Поэтому, с нашей точки зрения, для того, чтобы состоялось и бюджет, верните, пожалуйста, слайд, название стола, и финансовый рынок был, надо все поставить на фундамент. То есть банковская система, а, первая должна отвечать за рост экономики. Я уже плешь проел, пять раз закон носили, не хотят голосовать. Второе, орган статистики надо восстановить. Третье, надо восстановить амортизационные отчисления, как фактор инвестиций во многих странах. И у нас он был, ну, сейчас говорят 30, но я посмотрел значительно меньше. Ну, вдумайтесь, в 2019 году, последний раз удалось посчитать, 8,5 триллионов амортизационных отчислений собрано и успешно уведено. Ну, и, конечно же, система долгосрочного кредитования. Мы убеждены, что надо вернуться к двухконтурной системе, которая придумана финансистами при Сталине. Мы за счет этого сделали индустриализацию и первыми восстановились после войны. Вот мы говорим об импортозамещении. Вдумайтесь, 14-300 санкций против нас введено. Я, как технократ, всегда пишу, что введено, а справа пишу, что я должен сделать. Если мы не отойдем от идеологемы, что надо европейский импорт заменить турецким или китайским, мы никакой независимости не получим. Но первый контур безналичных денег должен позволить нам построить предприятия и создать новые рабочие места. Никакой инфляции он не побуждает. Более того, Нобелевский лауреат Джозеф Сиглис говорил, если вы вкладываете деньги в инфраструктуру, то 5 лет инфляцию можно опустить даже 15%, если вы индексируете зарплату и социальные выплаты. Через 5 лет она у вас упадет за счет того, что вы выполните тенденцию, у вас появится товар. Поэтому спасибо, извините, что я 2 минуты перебрал. Но с моей точки зрения нам надо понять, что если мы в зеркало себе не будем задавать вопрос, в какой стране мы хотим жить, что мы для этого делаем и не переломим тенденцию, когда на выборы ходят 10% живых людей, остальное рисование, и когда на выборы ходят полгода и мелодия, надо всегда знать, за кого идешь, почему идешь и что люди предлагают и самим участвуют. Всем вам здоровья, успехов и организованных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!